Орндж бизнес сервис с одним из крупнейших операторов связи, телеком провайдеров. Мы представлены в 220 странах и территориях, то есть это почти во всех странах мира, за исключением нескольких горячих и холодных точек. У нас есть 12 R&D-центров, на базе которых мы разрабатываем, тестируем, внедряем инновационные продукты, в том числе занимаемся и направлением SDN-NFP. Направлением SDN-NFP наша компания начала заниматься в 2013 году, когда уже было принято решение о строительстве собственной инфраструктуры изделий. На сегодняшний момент, даже в ноябре, точнее скажу в ноябре прошлого года, был запущен первый коммерческий продукт под названием Изякова, о нем чуть позже мы расскажем. Первый коммерческий продукт, да, и сейчас уже планируется первое включение. Что сделано, да, было внедрено 8 SDN-узлов по всему миру, 4 в Европе, 2 в Америке, 2 в Азии. И к этим узлам, да, уже планируется подключать клиенты. Что касается России, да, радиоцентра у нас нет, SDN-узла еще пока нет. Сейчас мы решаем вопрос о внедрении такого узла в Россию. Но, что важно, да, наша сетевая инфраструктура российская, она бесшовно интегрирована в глобальную сетевую инфраструктуру, таким образом, что наши международные клиенты, крупные международные клиенты, которых несколько тысяч наблюдается, они могут получать в России все те же самые сервисы, что и перед. Ну, российских клиентов это тоже касается. Соответственно, с точки зрения внедрения услуг, основанных на SDN-узлах и концепциях, это тоже очень важно. Хотел бы отдельно отметить, почему для нашей компании так важно заниматься направлением SDN-узлах. И здесь, наверное, должно было быть много слов о том, что мир меняется, диджитализация нас всех поглотила. Но, я думаю, это и так всем понятно. Вот эта цифра, которая вы видите на экране, 60% взята с международных рынков и говорит о том, что многие компании пока не выстроили или пока не видят выстроенной IT-стратегии. Это неудивительно, да, потому что компании работают не только на рынке IT, и Orange в таком, в данном случае, выступают каким-то диджитал-енейблером. То есть, мы помогаем нашим клиентам разобраться во все эти быстро меняющиеся обстановки и внедрять новые диджитал-технологии, помогать нашим клиентам занимать лидирующие позиции в своих отраслевых нишах. Если проецировать концепцию с DNFV на рынок, то мы прежде всего концентрируемся на клиентах со сложной, с развернутой инфраструктурой, с большим количеством сайтов. То есть, это сотни, тысячи даже сайтов. Понятно, что такими сетями очень сложно управлять, и клиенты, не имеющие, скажем так, или имеющие ограниченный штат ИТ вынуждены, ну как, они, получается, либо они отстают, либо им нужно вкладывать деньги в развитие собственной ИТ или аутсорс. И для таких клиентов, для них очень важно развернутая сеть, очень важно масштабирование сервисов, потому что неправильно смасштабировал, понес дополнительные косты. Очень важно быстро разворачивать рабочие процессы, потому что такое большое количество сайтов, оно заставляет упрощать эти сайты. И, понятное дело, что не основной бизнес и смотрит на ИТ и на сайты, как на что-то такое, что быстро можно развернуть, быстро включить функционал и, соответственно, начать работать. Ну и, конечно, повышение эффективности персонала на местах. Таким образом, вот что делает торрендж? Мы пока, ну как бы не пока, конечно же, не отказываемся от своей классической сети, построенной гибридной сети. Мы строим дополнительные SDN-узлы, основанные с общим оркестратором, с универсальным ЦПЕ, с единым клиентским порталом. И если посмотреть на функции, которые мы позиционируем, это то, что, например, сейчас для того, чтобы внедрить функцию оптимизации трафика, нужно отвезти железку на сайт, ее настроить, платить на нее, независимо от того, используется она или нет, решать на какой сайт нужно, то здесь, по щелчку мыши, виртуальный сервер, наши клиенты получают очень такой быстрый управляемый сервис. Ну и чтобы это все обобщить, какие четыре функции нашей EasyGo-у-сети? Это упрощенное управление, быстрое развертывание функций и гибкое ценообразование, то есть пользуешься, платишь, не пользуешься, не платишь, ну и безопасность. На этом моя часть закончилась, дальше Максим вам расскажет о том, что мы делаем и как мы будем развивать в России, внедрять этот сервис. Добрый день. Немножко расскажу уже более о конкретике, какие шаги и с кем мы идем. Значит, ну начну с виртуального CPE. Идея, я думаю, всем понятна, то есть это сейчас на сайте, в офисе клиента под каждую функцию используется отдельная железка. Идея заменить это все каким-то сервером, там, x86, на котором это все будет подниматься виртуально. Весь этот функционал, то есть мы имеем, значит, у нас снимается, скажем так, проблема с масштабированием, с открытием-закрытием сайта. Ну, примеров их жизни можно привести аналогов там много, то есть один из аналогов – это мобильный телефон, который сейчас заменил там многие железные устройства. Что мы делаем глобально в этом направлении? У нас эта услуга будет называться Universal CPE. Она сейчас проходит реальные тестирования с клиентами за рубежом. Мы тестируем несколько производителей, которые в качестве Universal CPE, это и ЦИСКО, и Джуннипер, и некоторые x86-е решения. Я специально не стал показывать, чтобы не обидеть там производителей. Значит, мы тестируем это с клиентами, с теми клиентами, которым интересно на это посмотреть, как это будет выглядеть. Нам же, конечно, интересно получить обратную связь от клиентов, что им нужно, сформировать наши внутренние требования по железу, по программному запрещению, по интеграции. И после этого мы сделаем окончательный выбор, и услугу планируем запустить глобально в 2018 году. В России мы начнем тестировать эту услугу только. Планируем начать тестировать ее в 2018 году. Сейчас мы тестируем это с Fortinet, с его сервисом безопасности, то есть виртуализация виртуальных сервисов, которые разворачиваются на этом virtual CPU, virtual CPU. А в будущем, конечно же, мы хотим добавить как можно больше этих виртуальных функций, создать такой магазин приложений, из которого клиент может выбирать необходимые функции, которые будут разворачиваться. Ну, смотрите, что происходит. Мы клиенту ставим, по сути, сервер на его сайт. Но, с другой стороны, уже многие клиенты поняли и либо занимаются переносом серверных мощностей в облака, либо думают над этим. Поэтому мы даже вперед, универсал Сибии, мы, как Алексей сказал, запустили другую услугу глобальную, называется EasyGo Network. И виртуализация сетевых сервисов. То есть на сайт клиента ставится маршрутизатор, который управляется, который не требует технического персонала, он ставится, появляется в кастомер-портале, и клиент управляет все свои сети через кастомер-портал. Ну, это так называемый с диваном подход. А сервисы виртуализации поднимаются, вот тот же Firewall, он поднимается из нашего облака для данного сайта. Услуга доступна в 75 странах. Мы сейчас занимаемся адаптацией этой услуги в России и начнем тестировать с клиентами в России во втором полугодии. Понятно, что виртуализация в облаке провайдера, она должна, ну, если мы хотим, это этот сервис будет, то есть, например, Firewall, да, там, сервис Firewall, он должен находиться как можно ближе к сайту клиента, то есть они где-то в одном месте в мире, поэтому мы уже в прошлом году развернули 8 таких узлов, из которых представляется этот сервис виртуализации, в этом году планируется развернуть еще 10 узлов и до конца 2018 года будет порядка 40 узлов. Внутри себя такой узел представляет, ну, стандартную модель MANO. В качестве оркестратора мы используем Ciena BluePlanet, в качестве сетевых элементов сетевого контроллера Juniper, в качестве virtual infrastructure manager RedHat, сервера, система конъюнная данных, там, DL, HP, и сейчас сервисы, которые виртуализированы, ну, мы виртуализуем в NF, это на первом этапе это Fortinet, сервисы безопасности Fortinet. Как это выглядит со стороны клиента? То есть у клиента есть его портал, на котором он может добавлять сайты, модифицировать, добавлять функционал. То есть, ну, вот здесь, например, показано слева, это страница, значит, создания нового сайта, нового офиса, в котором, ну, там, пишется адрес, пишется, какая ему скорость нужна. На правом сайте, на правой части слайда, показано веб-странице, значит, он может видеть в онлайне статус доставки оборудования на сайт. Оборудование мы доставляем менее чем за две недели. Когда оборудование доставляется на сайт, не нужны никакие технические специалисты, оборудование ставится, подключается к интернету и сама связывается с аргистратором, сама настраивается и появляется на сайте клиента менее чем за пять минут. Дальше клиент уже может настраивать связанную с другими сайтами, необходимую активировать порты, виланы и адресацию. И появляется, значит, у него это на портале, видим, начинает видеть статистику своей сети, включая этот новый сайт. Ну, пока что это вот из дивана получается, но наши узлы, то есть он может заказать как раз для своих сайтов виртуальные услуги от Фортинета сейчас пока что. То есть это будет фильтром, файл-аврекейшн и репортинг статистику. Ну, здесь примеры настройки, значит, политик безопасности, которые применяются менее чем за пять секунд, и несколько примеров отчетов. Ну, заканчивая нашу довольно краткую презентацию, хотел бы кратко, значит, подчеркнуть следующий момент, что, ну, мир меняется, то есть, вот в предыдущих, значит, выступлениях, то есть как раз обсуждали то, что это невозможно монетизировать, но здесь, да, у нас тоже, например, такая проблема, что это сложно просчитать, окупаемость, но мир меняется просто сам по себе, подход меняется. То есть так же, как, например, в банке уже практически никто не ходит в офисы, а имеет интернет-банк у себя просто в кармане, и выбор банка зачастую, какой банк вы выберете, зачастую зависит от того, насколько удобен интернет-банк. Так же и клиенты уже смотрят на провайдера и насколько быстро и сейчас можно разворачивать сервисы, ну, так называемый, то есть мы считаем, что туда просто надо двигаться. Следующий момент – это то, что есть разные банк-коды, да, вот эти сервисы виртуализации для клиентов можно разворачивать на сайте клиента, можно разворачивать в облаке провайдера. Мы считаем, что максимальная выгода, максимальное использование этого будет достигаться за счет компромисса, то есть на сайте клиента стоит оставлять те функции, которые должны быть именно на сайте, ну, например, как трафик-оптимизация, а по максимуму все переводить в облако, получая максимальную выгоду за, ну, как бы, именно от клауда. Следующий момент – это, ну, как вы уже видели, мы не просто, как бы, считаем, что туда надо двигаться, мы туда уже двигаемся, ну, и последний момент – это мы ничего в своей презентации не сказали о SDM в ядре провайдера, мы тоже работаем над этим, смотрим на, что там происходит у лендеров, что происходит у людей провайдеров, мы проводим свои исследования, но вот, то есть тут несколько моментов, то есть первый момент, конечно, очевидный – это то, что ядра провайдеров уже у всех построены, большие инвестиции в них сделаны, и менять их, скажем так, на довольно еще не сформировавшийся рынок решений, да, и пока что все провайдеры на это смотрят так очень аккуратно. И второй момент – это то, что мы, в первую очередь, хотим посмотреть, как это, что было востребовано именно клиентами в качестве сервиса, и уже под это тоже подстраивать свою сеть. Редактор субтитров А.Семкин